И мы продолжаем рассказывать вам все самое нужное, все то, что связано с экстримом. И в гостях у нас президент Федерации Роуз Киппинга Кузнецова Татьяна, вице-президент Федерации Алабада Олеся и тренер этой Федерации Кулубаева Анна. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, вы свое утро со скакалки начинаете или нет? Вот вы не поверите, да, у нас своя скакалка встала и поскакала. А, скажите, пожалуйста, чем у Роуз Киппинга от скакалки кардинально отличается? Ничем не отличается. Скакалка спортивная, это Роуз Киппинг с перевода спортивная скакалка, в которой есть дисциплины, это скорость, сила, выносливость и фристайл. То есть это международные правила, это международная организация, которая представляет этот вид спорта уже давно на международных уровнях. И проводятся чемпионаты мира, Азии по скакалке. А вот расскажите, пожалуйста, в чем конкретная специфика данного вида спорта и когда он стал вообще видом спорта? Когда он стал видом спорта уже давно, это еще в 60-х годах. А вот в Кыргызстане вы существуете как? Мы очень молодая, но перспективная федерация. Мы существуем всего два месяца. Но, конечно, проделано очень много работы. Мы проводили дружеские встречи, на которых мы выявляли спортсменов, отрабатывали технику прыжка, потому что там он разный. И потом мы провели открытое первенство в Оке-Газпроме, где дети принимали участие, уже награждались. А дети какого возраста участвуют в Вашей федерации? Спортсмены какого возраста? С трех лет. Трех лет? Да, можно я еще немного о истории расскажу? Мы так коротко. Начиная с 80-х годов развития Олимпийского движения, и вы знаете, да, что разные направления стали набирать популяризацию. И роупскиппинг тоже планировалось ввести в Олимпийское движение. Ну вот так получилось, что художественная гимнастика немного забрала это направление. Тем не менее, соревнования, чемпионаты мира, они проводятся с тех пор. И мы вот планируем все-таки попасть на мировой уровень. И я так поняла, что они все-таки в Олимпийское движение войдут когда-то, да? Потому что планы такие есть. Большие цели у нас. А все-таки, вот вы сказали, что с трех лет это минимальный возраст, а максимальный? До бесконечности. До бесконечности. Мы еще не выявили. Вы еще не выявили. Да. А вот техника есть какая-то особенная, то есть прыжки? Вот расскажите, пожалуйста, это же не просто взять скакалку, наверняка есть какие-то усложненные методы. Обязательно. Как в любой тренировке, ничего, что я перебиваю. В любой тренировке любое упражнение имеет усложнение и упрощенные варианты. Поэтому всегда начинаем с простых прыжков, даже можно без скакалки, а заканчиваем очень сложным. То есть скакалка без скакалки тоже имеет место быть? Может быть, да. С гирями, я так понимаю, привязанными. Мы это учтем, я подумаем. Я так понимаю, что у вас не только девочки занимаются, но мальчики тоже могут прийти. Обязательно. А вообще не занимаются? На данный момент пока у нас нету таких, но, в принципе, сейчас у нас начинают обороты школы. Прошла большая-большая работа по этому поводу. И в школах, естественно, и мальчики, и девочки есть. В студии просто не всегда быстро приходят мальчики. А вот в школах у нас есть такая возможность поднять чемпионов и из ребят, да. И какие мышцы, какие группы мышц вот качает моя скакалка? Вообще у нас есть пять физических качеств. Здесь очень хорошо развивается ловкость, самое главное качество в нашей жизни. Развивается выносливость, быстрота. Что касается силы, вас, наверное, да, как мужчина интересует? Сила у нас развивается в спецупражнениях. То есть у нас есть базовые упражнения, есть подготовительные упражнения. Вот у нас есть специальная подготовка. Это уже отдельная часть, она не связана со скакалками. Но чтобы победить, нужно быть развитым во всех направлениях. Поэтому не переживайте, дети получат и взрослые полностью подготовку, и силовую, и все физические качества. У меня вот такой вот вопрос. Получается, что вот эти вот медали и дипломы ваши детки уже могут получить? Вот диплом. Это уже получили наши детки. То есть вы у них отобрали и принесли на эфир? Да, они сейчас побольше покажут. Здорово. Дети сейчас тоже подойдут и покажут свои навыки уже, которые мы набрали за эти два месяца. Я думаю, что как раз тогда можно и посмотреть, что, собственно, дети могут сделать со скакалкой прямо сейчас. Не переключайтесь. Да, немало хорошего было сказано в адрес скакалки, начи говоря, рул скиппинга. И сейчас самое время увидеть, как же это выглядит вот в действии. Да. Скажите, пожалуйста, Татьяна, вот мы говорили о пяти качествах. И я так понимаю, что все они сейчас будут представлены. Да, мы сейчас покажем немного, какие у нас есть дисциплины. Мы, что касается фристайл-дисциплина, мы покажем маленький фрагмент. Китайское колесо, это вообще считается для детей, идет на развитие, на группу. То есть, допустим, там могут скакать и 10, и 15, и 20 человек. Если вы видели цирковые представления, большие скакалки, когда они внутри еще в скакалке. Еще скакалка в скакалке. То есть это вообще завораживает. Но мы сейчас на начальном этапе, мы, конечно, покажем с вами китайское колесо. Это Тихонова Дарья и Айсизим. Это девочки, те, которые заняли первое место на открытом первенстве по робспикингу. Давайте сюда посмотрим. Да, давайте посмотрим. Девочки, выходите вот сюда. Да, отлично, все, стоп. Так, и поехали. И стоп, еще раз. Ну, со всеми бывает. Да, да, это такая вещь, что нужно нарабатывать. И нужно отметить, что они прыгают синхронно, потому что держат одна, держат скакалку другой. Да, да, вот здесь они могут меняться, но это по следующему году обучения получается. Они меняются в разные позиции, разворачиваются, играют с ней виртуозно. Это очень интересно. Для детей на данный момент, то, что у нас сейчас большая проблема, наши гаджеты, скакалка, это единственный момент. Дальше мы поехали, у нас идет силовая, это две скакалки за один прыжок. У нас покажет Нистан, выходи, Нистан, и Анита. Это у нас призеры. Она пропрыгала 53 двойных на открытом первенстве. И, конечно, хотелось бы отметить, что когда был судья с Москвы, он сказал, что... Давайте тогда посмотрим. ...результат полагает. Да, поехали. То есть ветер поднимается в студию, развиваются волосы. Качаются мышцы. Качаются мышцы, да, и несмотря на то, что мы ничего не делаем. Да, да, да. Я думала, чем я на уроках всю скультуру занималась, оказывается, за этим русским пингом. Вот, это силовая у нас идет. И вот у вас еще девочка. И выносливость, ай-дай. Выносливость тоже делится по возрастам. Бэби-кей, дети-юниоры. Так что, так как она у нас дети, она прыгает полторы минуты. Но мы полторы минуты прыгать не будем. Мы просто показываем технику. Да. Беговой шаг. И мы, вот, допустим, у меня есть счетчик. Щетчик, который считает. Мы считаем только правую ногу. То есть на каждый удар, когда у нас идет... Правая, да? Правая только нога. Зачастую даже одевают гетры только на одну ногу для судьи, чтобы не путаться. И судья стоит, считает сконцентрированным. Интересно очень. Здорово. Мне кажется, классно. Столько всего интересного с одной только скакалкой, которой, казалось бы, все знали. Спасибо вам большое, что вы пришли и продемонстрировали ваше умение. А я напомню, что вот комментировала все это действие Кузнецова Татьяна, президент Федерации Роузкиппинга в Кыргызстане. Вам успехов. Спасибо большое. Надеемся, что вот через год вы уже достигнете серьезных результатов. В любом случае, будем держать за вас кулачки. Спасибо вам большое. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что сегодня мы говорим об экстремальных видах спорта. Телефон в студии все тот же. 57-77-97.